так всем привет именно так входим мы в зоопарк который лиссабонский лиссабонский зоопарк вход выглядит именно так здесь есть гигантская парковка можно запарковаться места хватит 7 сюда можно приехать на всех видах общественных транспортах таких как такси и автобус электричка все что угодно ну и посмотрим какой же он на самом деле большой ли а лиссабонский зоопарк входим сейчас узнаем сколько будет стоимость посещения что надо отметить это действительно пение птиц и куда бы вы голову не повернули здесь на самом деле все красиво неважно где вы находитесь место волшебное точно а вот обезьянка привет красавчик носорог здесь обитает в принципе с носорогами все теперь спускаемся вниз идем к следующим животным прикольная штука здесь спонсор этого мероприятия лидл находится зоопарке и здесь то что вы приходите в лидо покупать видно в каких расцветках раскрашена здесь можно зайти и посмотреть что где растет то есть ну например в лидоле продаются всевозможные там ну укропчики перчики вот пожалуйста они растут вот так потом есть огурцы и помидоры еще какие-то вещи вот здесь есть огород в котором это растет все вот так а вот есть козы и например сыр или мясо как делается это все растет следу показывает зоопарке каким образом где чтоб ну произрастает это прикольно немного придется постоять в очереди минуты 30 но этого стоит для того чтобы прокатиться по территории зоопарка увидеть вид сверху сейчас мы этим займемся вот так мы заскочили вода трамвайчик и теперь мы будем ехать и наслаждаться всем зоопарком вид сверху пока скучненько природа уже немножко радует зато увидим сейчас весь зоопарк до ален смотри здесь крыши такие голубые а маячок впереди видишь тоже такой забавный что там по карте у нас то есть можно брать карту и смотреть куда ты конкретно едешь так сейчас мы будем проезжать мимо птичек до пальмы такие не стрижные вот видишь сверху подстриженная пальма это не стриженная сверху конечно виднее но вот мы пропустили вот такой шикарный сад просто шикардосик кстати здесь шикарных садов в любом поместье это просто нет поместья без идеального хорошего сада потому что в этих условиях такой релакс но он просто необходим иначе что вообще заняться нечем как здесь еще один замечательный такой вид это видимо бассейн для каких-либо животных но он тоже был в восемнадцатом году закрыт ну вот этого который ехала машина а мы же же были уже да ну такой уж и большой самом деле это катание на таких штуках она совершенно бесплатно да и что интересно мы уедем и можем видеть животные сверху это раз во вторых ты стоя обходишь весь зоопарк и ты не устаешь то есть есть два варианта либо взять паровозик но это больше для детей покататься либо в вид сверху потому что сверху ты можешь видеть каких-то животных которым ты захочешь просто прийти и это очень удобно посмотрел и потом нашел их отдельно но и заодно не пройдет мимо тебя уж точно ничего ну и плюс вот такое путешествие самая высокая точка обзора и отсюда видно все видно лиссабон с его виадуктами таракотовые крыши и вот весь собственно говоря зоопарк тут оказываем башни есть такие с лошками прикольные красивые пальма очень высокая но нереально вот эти две смотри она сколько на метров наверно 17 может 12 такая здоровая и и что-то наподобие аквапарка павленчик можно и на львов посмотреть какая прелесть лежат теле уже кого-то да львы нежиться ну пальма да вообще красиво замок такой небольшой них ну царь зверей это где ему жить конечно в замке спустились мы с хорошим панорамным видом вниз и здесь уже так кстати крыша над головой очень прикольный от солнца в любую погоду здесь очень освежающий сейчас проезжаем мимо бегемотиков у них болят животики а тут кто может быть а бегемотик маленький вон он спрятался видишь такой малыш вообще здесь кто у нас здесь у нас эти лемуры так из плюсов здесь есть много кофе уши и стандартных и бразильских и даже есть макдональдс и покушать здесь можно за 4 евро то есть 4-6 евро средний чек на нового человека я думаю это позитив семья из 5 человек из 5 5 25 что закончили мы посещение зоопарка он однозначно рекомендован занимает порядка четырех часов всей семьей и максимальная стоимость посещения будет на семью там из пяти человек 100 евро минимальная ну 70 евро меньше не будет но если уж вы приехали отдыхать учу экономить здесь как бы она того стоит и скажем так если вы приехали сюда там на две недели и больше то это хорошее время для того чтобы здесь побыть один день на сегодня это все отправляемся дальше гулять по лесовому и показывать интересные места пока и 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